В этом году исполняется 60 лет с момента начала освоения целинных земель. 11 февраля 1954 года газета «Правда» опубликовала обращение ЦК КПСС к советскому народу с призывом увеличить посевные площади страны за счет освоения целинных земель. Была поставлена задача за счет освоения земель в Сибири, Поволжье, на Урале, Северном Кавказе и Казахстане расширить посевы зерновых культур и получить с этих земель до 1200 миллионов пудов зерна. В Омск области намечалось включить в оборот целинные и залежные земли во всех районах, но наибольшие площади в степной зоне, прилегающей Казахстан. В первые целинные годы в Омск области из других районов нашей страны прибыло 6000 человек и столько же приехало на целину из Омска и районов области. Десятки своих посланцев отправили в южные районы области коллективы заводов имени Куйбышева, имени Карла Маркса, транспортного машиностроения и других предприятий и организаций Омска. Ну, у меня мать была учителем, здесь же в городе, в Омске. Сначала мы жили на Севере, до войны мы еще туда уехали, а потом война, нас не выпускали оттуда. А потом мы приехали в 46-м году сюда, в Омск, и так и остались тут. Я закончила 10 классов. Вот я их закончила и пошла на завод работать. Мать меня туда, сюда, я никуда, самостоятельная. Пошла на завод. Она не хотела, очень переживала, что там тяжести придется таскать. А я из завода втихаря вот такую штучку принесла, показала, она отстала от меня, что не тяжелые они. Мы же самолеты, мы на агрегатном заводе работали. Мы самолеты выпускали, они алюминиевые, легкие, в воздухе. Там все легкое, не тяжелое, это не СИБ-завод, где трактора были. Вот я и рассказывала, пришла на завод, а мне объявляют, что я должна ехать. Смотрели, ну вот, путевка, вот деньги, одеяло главное, да. И поехали. Сели на машину, утром я пришла, чемоданы покидали. Фанера у нас были, чемоданы квадратные, наверное, не раз видели. И нас всех посадили на машину, вот так говорят, на эти лавки, 25 человек на каждую машину. Бортовая машина, никакой вам там некомфортабельный автобус. Сели и поехали. Вот приехали, мы всю дорогу пели песни. Почему-то мы все пели, я не понимаю, теперь никто не поет, а мы что-то все пели. Приехали в этот Добровольский. Ну, там у нас с нами старшего послали, Ван Ильич Штарев, второго дядя. Приехали, он сразу там пошел, отметился, потом у нас обратно в эти машины и в поле. А там в поле, вторая бригада была, вагончики стояли такие на колесах, высокие. Может, мне показалось, что высокие тогда, я же еще маленькая была, там меня прям прозвали. Наберут детей в детский сад, они носами, то их мы ищут. Они с Волги все были. А из-за чего это меня дразнили? Послали меня на центральную, за аптечкой. Иду оттуда. Вот такой поворот дороги, разъезженный весь. И несется на всех парах машина. Я оробела туда-сюда, туда-сюда. Он как выскочил на подножку. Блин, не ловы бы. А меня еще никто в жизни не материл. Я испугалась. И я ему говорю, а я, а я по правилам уличного движения. По каким, чего, чего? По правилам уличного движения, лицом навстречу дущему транспорту. Ох, на него смех напал. Улицу она нашла. По правилам ходит в поле. Вот приехал туда на бригаду, про меня рассказал. Наберут детский сад, детей. Они на сами-то их хмызжут. Что я испугалась-то? Ну вот, так я с ним познакомилась. Ну, работали, конечно. Извините меня, теперь так не работают. Как говорили, до седьмого, так мы, наверное, до двадцать седьмого пота работали. Работаем, работаем. Вперед, как вот мы приехали, мы вперед расчищали така. Большие такие площади. Под зерно готовили. Дерн там счищали, да. Ну, заглаживали. Парни делали навесы такие. И там веелки стояли вручную, крутили. Вот сейчас там, конечно, все механизировано. А тогда все вручную у нас было. Вот это зерно, когда стало подходить, то крутили веелкой. Лопатой лопатили, чтобы оно не загорелось. И вот день работаешь или на таку, или на комбайне, это копнителем я работала. Или там, или там. Это уже куда тебя бригадир поставит. Там ты будешь работать. Первые результаты освоения целинных и залежных земель превзошли ожидания. В 1954 году производство зерна в сравнении с прошлым годом увеличилось в целом по области на 30%. Государству было заношено 63 миллиона пудов зерна. А через год колхозы и совхозы в государственные закрома засыпали 110 миллионов пудов хлеба, третья часть которого была выращена на освоенных землях. По результатам того года Омская область была удостойна Ордена Ленина. Было столько зерна, они не успевали. Вот на комбайне сначала день отвозят зерно, а потом приедут на таку. Мы их, вы думаете, как грузили зерно? Совком. Представь себе, сколько раз надо наклониться и кинуть, чтобы нагрузить машину. Она грузит, потом кто-то из нас садится с этим шофером сопровождающим. Ну я с этим парнем садилась, какой меня просмеял. И везем, вот только я не знаю, или в Семипалатинск, или куда, на элеватор. Зерно это везем. Обратно вернемся в 2 часа ночи. Ну приехали мы уже с белыми мухами. Как раз к Октябрьской. Это нас, агрегатчиков, отправили. А шофера еще остались до Нового года вывозить то зерно. Его еще очень много было. Дожди, когда начались, зерно под открытым небом. А мы, как мы же мокрые, все придем. На эти палаты упали, все, отключились. На пороге бригадир. Ребята, мне стыдно вас простить. Вы такие усталые, такие мокрые. Ну что делать, дождь-то льется на зерно. Пойдемте, закроем. Хоть бы кто слово сказал. Прискочили, и все побежали. Закрыли, песни еще пели под этим дождем. Закрыли, пришли. Поспали. Подъем опять 6 часов, бригадир тут. Так работали. До мазолей прямо. До седьмого пота. Ну нам хорошо и заплатили. Нам тогда так заплатили на этой целине. А мы еще приехали на завод. И вот эти все месяцы, наша зарплата, ну с учетом вычетов там, комсомольские, просоюзные и подоходные. А остальное все нам. Мы такие богатые, счастливые были. Сколько мы много заработали. Я сразу часы себе купила. Мечта моя была. Наручные часы. Зарплаты я не могла этого сделать. А вот тогда и делала. Что обеспечило успех в освоении целины? Конечно же люди. Люди поднимали целину, целина поднимала людей. Эти слова стали крылатыми. И их правдивость подтверждают и сами покорители целины. Счастлива, что я там была. Я еще потом 4 года подряд ездила. Но уже не на целине была. В Одесском два раза была. Потом в Колоссовском была. А вот на целине только один раз попало. Весело-то как было. Человек 70, не меньше этих шоферов там было. Но они не только шоферы, а механизаторы. Все там были. И нас 50. Представляете, 120 молодежи. Что это такое, какая бригада. Сколько там веселья. Я нисколько не жалею, что я там была. Хоть потом, конечно, уже и снег зашил, и домой охота. И сапоги эти керзовые изломались. А все равно, если бы сказали, снова бы поехала. Мы были в послевоенное время, когда за нас никто ничего не делал. Никакая мама, ни папа. Сам себя ухорашивал. Поэтому как бы бойчие были и смотрели будущее жизни. Что дальше мы будем делать? Если мы втихаря будем сидеть, то так и сдохнем. Никакой у нас перспективы-то не будет. Нам хотелось что-то делать. Организовывать какие-то там ячейки, например, или что-то. Делать что-то. А теперешние молодежи все готовы преподносятся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова